В минувшие выходные в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. 23 февраля состоялось возложение цветов к стелле «Город воинской славы и обелиску Победы» другим воинским захоронениям. В них приняли участие губернатор области Игорь Руденя, депутаты Государственной Городской Думы, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской-Укашинский Амвросии, руководители ведомств и города, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны. На торжественную церемонию «Обелиска Победы» собрались юноармейцы, курсанты военной академии ВКО имени Жукова и военнослужащий. Почетными гостями мероприятия стали фронтовики Иван Кладкевич и Спартак Сычев. Всегда наша армия защищала интересы нашего народа. Это был и период прошлый, и настоящий период. Желаю всем здоровья, крепкого здоровья и доброй, прекрасной жизни. Любить Родину, знать историю, свою историю предков и любить Родину. И, если потребуется, защищать ее. Служить в Вооруженных Силах России мечта не только юноши, но и девушек. Алина Славская, курсант третьего курса военной академии, с самого детства мечтала стать военнослужащей. В ее семье все военные родители, дедушка и прадедушка. Поэтому решила связать свою жизнь именно со службой. Смотрела на родителей, мечтала быть таким же, как они. Хотела быть полезной для своей страны, для своей Родины, для своей семьи. Мне очень нравится здесь учиться, здесь именно то, что я хотела. Я развиваюсь в академии научной деятельности, и здесь у меня получается реализовать все свои умения и навыки. Со своей будущей профессией еще в детстве определился курсант пятого курса Академии ВКО Владимир Трешкин. Рассказывает, что на его выбор повлияло воспитание родителей и учителей, а также книги, которые он читал про военных. Для меня 23 февраля – это самый главный праздник в году, один из торжественных праздников, который напоминает всей стране о том, что есть очень важная и очень нужная профессия – защищать свою Родину. В память о погибших в защитниках Отечества губернатор Игорь Руденя, председатель законодательного собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амбросий и другие участники мероприятия возложили цветы к подножию обелиска Победы. В честь праздника состоялось торжественное прохождение курсантов Военной Академии ВКО имени маршала Советского Союза Жукова и преподавательского состава. Возлагали цветы в память о защитниках Родины по всему городу. Так, на Волынском захоронении, находящейся в створе улицы Зинаиды Коноплянниковой, участие в мероприятии принял глава администрации Заволжского района Богдан Лецин и депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. К слову, место расположения памятника не случайно в годы оккупации здесь проходила передовая линия обороны Калинина. Именно тут решалась судьба дальнейшего движения немцев на Москву. Многие воины Красной Армии отдали свои жизни, чтобы не пустить врага.